Наша музыка. Наша. Вторая смена. Стрельцова-Сундухова. Сундухова-Стрельцова. Всё только начинается. И можно сказать, первые в этом году, ну, по-моему, я не совру, на моей памяти, гости в рамках второй смены, группы «Смысловые галлюцинации», группа, которой мы говорим «Здравствуйте». Отдыхать надо меньше. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы напоминаем, что ваши вопросы также услышат и прочитают музыканты, если вы зайдёте и зададите их на наша.ру. Я так понимаю, что группа «Смысловые галлюцинации» сюда не просто так приехала, а по поводу завтра. Группа сыграет концерт под названием «Песни о спасении мира», ну, а 4 февраля такая же программа будет в Санкт-Петербурге. Я ничего не изобретала? Да, да, да. Спасибо. Обнадёжились с испугом. Нет, это классно просто, вы так сказали. Нам давно не хватало такой программы, на самом деле, «Песни о спасении мира». Каких только песен не было в последнее время. Ведь это то, что может действительно нам как-то помочь. Прекрасный вопрос. Просто вы счастливы? Заслушайте. Мы над этим работаем. И Коля, кстати, тоже работает. Он промолчал, но я знаю, что он работает над этим. Мы стремимся к этому. Вот мы идём, и остаются какие-то считанные шаги для того момента, когда вот можно будет подняться на уральскую высокую гору Монорага. Одну из самых крупных гор на Урале. Подняться на неё 1682 метра над уровнем моря, по-моему. Подняться на неё, поднять руки, развести руки и сказать «Я счастлив!» И эхо, знаете, так «счастлив, счастлив, счастлив, счастлив». И лавина такая накрывается. Слушайте, а вот смотрите, вот вы живёте прямо на границе, можно сказать, да? Европа и Азия, да? С одной стороны Европа, с другой стороны Азия. Вы себя сами кем ощущаете? Каждое второе воскресенье месяца все ребята, все екатеринбуржцы, уральцы приезжают туда и бегают из стороны в сторону, как бы из Европы в Азию, из Азии в Европу. А в чём прикол? Ну, тут в двух словах не объяснить прикол. Это спорта такой. В принципе, в следующий раз, если мы придём... Национальная уральская забава. Да, да. Я обожаю такие вопросы. Маши творческие планы. Это именно музыкальные планы, конечно. Музыкальные планы, да. У нас у группы «Смысловик галлюцинации» клип на песню «Демоны», которую мы только что слышали. Мы ждём подтверждения от американских продюсеров фильма «Четвёртое измерение», чтобы они нам разрешили таки уже запустить этот клип. Либо разрешат, и мы до выхода фильма это сделаем, либо не разрешат, и будем ждать. Да, этот фильм снимал Алексей Федорченко. Культовый екатеринбуржский режиссёр. Кто не смотрел «Овсянки», да? Смотрели, смотрели, да. Даже в кинотеатр ходили. А Коля, ну, Коля, как всегда, он же ему только... Да, и зайти. Я вот уверен, что он выйдет из этого помещения, и новый хит будет готов. Нет, я просто вспомнила фильм «Овсянки», и это вот такой же клип будет, да, примерно? А, да, да, да. Клип будет не из фильма «Овсянки», а из другого фильма. Нет, стилистику, стилистику. Творческая манера автора, да, она как-то сохранится. Дело в том, что мы сознательно на это пошли. А мёртвые женщины будут... Ну, нет, практически восставшее человечество, я бы так сказал. Спасённый мир будет присутствовать в этом клипе, как раз-таки. Да, в общем, вам такие режиссёры клипы снимают, и в связи с этим вопрос. Привет, глюки, вы очень крутые. А вы круче танцев минус? Это политический вопрос. Нет, если вы думаете, что я придумала, это всё. Ну, так кажется, видно по глазам, что прям... На сайте. Сидели с Катей вчера вечером. Чего бы такое поржать задать. Спрачили. Да нет, они только что куда-то выходили, мне кажется, вот это из этой же серии. А как сказать, разве можно быть круче танцев минус? Нет, Слава, на самом деле, Слава прекраснейший человек и очень обаятельный. И каждый раз, вот, ну, не так часто мы с ним видимся в последнее время, но каждый раз, когда мы встречаемся, у нас всегда есть, о чём потом поговорить. Поговорить. Да. Эти яркие встречи Сергея и Вячеслава. Так, а почему именно месяц апрель научил вас любить? Трудно сказать. Нет, ну, как вы думаете, Сергей, ведь средняя статистическая слушательница, она сидит и представляет себе какие-то определённые картины из вашей жизни. Нет, дело в том, что просто я не был готов к такому вопросу. Конечно же, в тот момент, когда я писал эту песню, всё было обосновано. Я же никогда не вру, я же из пальца не высасываю, я же всё, всё как есть, всё выкладываю, собственно, в песне. Поэтому, значит, что-то там было. Дело в том, что это было очень давно, в 2002 году, и уж мне сейчас... Или вспомнить. В 2003, наверное, да? В 2004, когда в этот момент написал. Трудно сказать. А память-то короткая уже стала. В апреле научился, и главное, что не разучился в мае уже. А то так часто бывает. С другой стороны, так никто ничего не помнит. Не понятно, разучился или нет. Научился любить в апреле, а в мае уже и забыл, как это делается. Именно это мы и хотели сказать, Людмила. Испытывали вы когда-нибудь галлюцинации? Очень интересно. А вот первая часть вопросов, она всегда звучит за Новосибирском. Всегда на пресс-конференциях этот вопрос звучит. Вот уже много лет, десятки лет. Это какой-то географически обусловленный вопрос. Да, то есть где-то до сих пор это, в общем, людям интересно. Испытывали ли мы галлюцинации? Во-первых, я их, в общем-то, не испытывал. Во-вторых, я вам скажу, что вообще песни лучше всего пишутся на трезвую голову, совершенно точно. Потому что когда ты утром начинаешь читать вот то гениальное, что ты вчера с вечера написал, ты понимаешь, что это полнейший бред, конечно. Всем привет, а вы споете? Вот такой вопрос. А вы споете? Опять за углом писали где-то, да? Пообещайте, что не будете плакать. Будем. Ой, красота. Странно, когда ты сходишь с ума У меня появляется чувство вины Я тебя понимаю, ведь мы иногда Тоже снятся страшные сны Снится, что мне не дожить до весны Снится, что вовсе весна умерла Страх во мне оставляет следы Я думал, что страх это просто слова Зачем топтать мою любовь Катя, пойте Поем, поем, Сережа Ее и так почти не стало Я разбиваю руки в кровь Я не сошел с ума Так надо А давайте по полпесни, ладно, будем петь Как вариант Существуют ли такие песни, о которых по прошествии времени Вы думаете, что лучше их было не писать? Орфография автора сохранена Бывает ли вам стыдно за какие-то песни? Ну вот, написали что-то лет 15 назад Да, такой где-то вопрос я видел Ответил я на него таким образом Что те песни, которые мне не нравятся Я в альбомы не включаю Поэтому их никто не знает Вот так давайте Ну а если что-то, допустим, с годами меняется Думаешь, кустой, какой я был молодой идиот Вот это зачем? Вот это вот Так все не зря Ну вот это же какой-то опыт был, я думаю Этап Да, конечно Не было бы тех песен менее удачных Не было бы более удачных Вы занимались раньше продюсированием молодых групп Как у вас сейчас с этим обстоят дела? Это такая большая уральская традиция Помогать молодым Друг другу, да Да, и друг другу И мы ее, в общем, просто продолжаем И в данный момент в процессе записи и сведения Песни молодой екатеринбургской группы Космик Латэ Космик Космик, да Космик Латэ Космик Латэ Да Французская группа Французская с уральским С уральскими корнями Сергей, а как-то вы курируете проекта Николая? Да, конечно Вот этот проект Конечно, курирую Вот тот самый Вот этот Проект Николая, проект Ротов Сильно курирую Курирование Вот продюсирование Знаете, какое страшное дело? То есть это постоянно нужно звонить Коля, ты вот это сделал Коля Ты поел А ты не забыл, что тебе вот это надо сделать? То есть, в принципе, он когда начинает заводиться Он, да, все делает Недели за две Как выдаст Там, три песни А потом лови его Потому что он на радостях Как загуляет Ну, я отхожу А я норматив Норматив какой-то есть, да? Я очень впечатлительный человек, конечно То есть, есть какой-то Делается этап И потом как бы бац И как бы вот мысль Они уходят куда-то Вдаль-вдаль-вдаль Несутся, несутся, несутся И ты как бы ловишь Как бы кричишь мысль Вернись Остановись И она как бы улетает от тебя И в это время как раз Не может Сергей дозвониться Вы такие веселые в эфире А почему у вас песни такие грустные? Вот все спрашивают Да, да, да И есть еще Сейчас, сейчас, сейчас Найду Неужели все так плохо? Да, сложилось общее впечатление грусти Безысходности в русском роке И вы являетесь ярким представителем Этого грустного И бесперспективного течения Бесперспективного Так ли все мрачно и безысходно? Суть в том, что Бесперспективно, это мое слово Во-первых, не столько уж оно бесперспективное Потому что, как практика показывает Люди, когда вот они остаются одни Вряд ли они сидят и ржут И хохочут, глядя в зеркало Да, как наварятся Уже одному сложно ржать Вот как-то сидите И когда ржешь, оно как-то быстро забывается А вот грустное оно на века Вот идешь, бывало И как кольнет тебя что-нибудь Что 10 лет назад произошло И аж ноги подкашиваются, да Песни для нас А это своего рода там Психотерапия, да Вот сюда выплескнул И стало тебе легче И так же люди послушали И подумали Да не одним нам так хреново, да Вот как бы Есть люди, которым еще хуже Давайте будем жить дальше Объясните, пожалуйста Что значит строчки Я погружаюсь на самое дно Это многие беспокоят Какой у вас мир И о каком дне идет речь Если быть серьезным Да, эта песня мне немножко помогла Как-то вот меня выровняла Потому что я понял, что, ну С самого низа путь один Только наверх И тут-то я почувствовал Что вот пора-то и подниматься Да, и как-то мне легче стало После этого альбома Сделано в темноте И после песни погружаюсь И после того, как она получила Высокую оценку В предпараде нашего радио Все это сказала мне, что Ты не одинок, Сергей Давай, держись Надо жить Смеемся вместе с вами Тут с Маман Это, видимо, не с нами А с группой смысловой галлюцинации Все-таки, Людмила Как невероятно было бы Да, нам это слышать У меня смысловой галлюцинации Сергей Бабунец Николай Ротов Ну и мы уж тут как можем Так и выступаем Скрашиваем Какую музыку вы слышали В подростковом возрасте Иван из Пензы интересуется Открытие рок-культуры Для меня, конечно, стало Было русскоязычным У моего одноклассника Папа был джазовым барабанщиком Не знаю, каким образом В общем, почему джазовый барабанщик Увлекся рок-культурой Но, тем не менее Так мы получили доступ К первым альбомам группы ДДТ и Алиса Энергия Где-то вообще в раннем Достаточно возрасте Мы собрали в школе Какую-то группу Нашли какие-то сломанные инструменты То есть со всеми детьми В общем, там Один с двенадцать лет Но потом как-то произошел перелом Я попал в дурную компанию И у меня сразу, вместо того Чтобы, допустим, как нормальные люди Послушать Битлз Еще что-нибудь Я стал слушать группы Типа Стрэнглерс Дальше пошли Нью Ордер Кьюа, понятно И так пошло По накатанной уже дорожке То есть я Целое поколение Рок-культуры упустил сначала И только уже потом В девяностых То есть Диппепл, Роллесон, Фильм И Лидзеппель Но это все попозже Да Я уже как бы в зрелом возрасте Уже понял, что Ну, надо послушать все-таки Чем наши Старшие товарищи-то увлекались Что ж они нас все так И до сих пор вот так И до сих пор все Диппепл Из машины Сразу В Екатеринбурге все знают уже Звучит Диппепл громко По улице Легера Буба едет Буба едет на репетицию Я ходил в филармонию Слушал каких-то гитаристов То есть у меня вот какие-то джазы Ну, Коля, я, допустим, в филармонию тоже ходил Ну, я чаще был, я чаще Вот, ну, а потом Нет, на самом деле Первый концерт, на котором я побывал Это был Наутилус Помпилиус Ну, а потом уже все остальные Угу, понеслась Так, да, я пришел Я занимался еще в каком-то коллективе Я сейчас быстро расскажу Занимался в Дом пионеров Был такой вот И там надо было приносить песни То есть у нас был музыкальный руководитель Очень странный такой он как-то Давайте приносите песни Я их подберу И мы будем и на концерте там каком-то играть А я принес ему Я не помню какую песню Но группа Наутилус Помпилиус И говорю, вот Я бы хотел, чтобы мы разобрали Чтобы вы подобрали эту песню И мы бы ее ансамблем играли Вот, он такой Хорошо, хорошо Он сначала не понял Потом он долго-долго разбирался Говорит, да ну тебя, Коля Ну, давай какую-нибудь другую песню выбери Что за ерунду несешь? Там баса не слышно Там что-то вот Ну, очень Давай другую лучше песню Так мне не сложилось Коля, я оправдаю твоего педагога Потому что на самом деле Когда мы готовились К трибюту группы Наутилус Помпилиус Мы увидели, что За вот этими нагромождениями аранжировок Прячутся Очень такие Странные гармонии Зачастую очень там Простые И вот это нагромождение аранжировок Оно было призвано для того Чтобы вскрыть В общем, на самом деле Простоту Этих песен Но он-то не знал тогда Спасибо На этой оптимистической На этой оптимистической Мы будем петь песню А? Уже что? Да Вы же обещали 15 песен Можно я на бас-гитаре только Да Мы не укладываемся в график Вот я возьму бас-гитару Не часто мне Коля доверяет Ой-ой-ой, подожди Сейчас Ну-ка давай, Колян Зажги Когда Одна известная девушка Приезжала в Екатеринбург И И в общем Вот эта песня Вау Я играю рок Знакомство с тобой впрок Да тут еще любовь К тому же Нашествие прошло Но чувство не ушло Не так твой телефон А номер нужен Катя, Катя, Катя Сундукова Без тебя мне очень-очень плохо Без тебя перевернулся мир Катя, поставь мою песню в эфир Катя, Катя, Катя Сундукова Без тебя мне очень-очень плохо Без тебя перевернулся мир Катя, поставь мою песню в эфир Что, ты все, застеснялся дальше? А, давайте Нет, ну извините Там же был вот самое главное Катя! Давай с припевом Коля, давай сразу с припевом Чтобы люди почувствовали Вот эту пронзительность песни Ну это высоко надо сейчас Мы тебе поможем Давай, давай, давай Катя Вот так вот, да? Да Три, четыре Смотрите, его все заснимали Три Четыре Все, да Три, четыре Катя, Катя, Катя Сундукова Без тебя перевернулся мир Катя, поставь мою песню в эфир Люда, Люда, Людочка Стрельцова Без тебя мне тоже очень плохо Без тебя, без вас перевернулся мир Девчонки, поставьте еще раз в эфир Катя Люда Плохо Класс Наша музыка Наша Девчонки 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 Девчонки